Завтра начинаются праздничные выходные, которые захватит и понедельник, 4 ноября. С 2005 года в эту дату Россия отмечает День народного единства. Праздник приурочен к событиям 1612 года. Тогда народное ополчение, возглавляемое Мининым и Пожарским, изгнало из Москвы польских захватчиков. Изначально в честь этого события отмечался День казанской иконы Божьей Матери. Именно с ней князь Пожарский отправился освобождать Москву. Напомнить горожанам о предстоящем празднике сегодня решила челнинская молодежь. Пока одни только готовятся встретить День народного единства, другие уже устроили гуляние в честь праздника. Центр развития добровольчества организовал флешмоб «Сила в единстве». Флешмоб у нас уже ежегодный, проводится он с 2016 года. Каждый год мы его как-то совершенствуем. В этом году мы решили добавить изюминку в виде приветствия на той национальности, которая выпадет команду. По условиям акции до 8 ноября молодежные организации города должны записать видео, в котором произносят приветствие на языке одного из народов страны, а затем споют гимн России. Представить свои работы уже успели колледж искусств, тимуровцы 78-го лицея и ученики школы номер 9. Еще 23 коллектива подали заявки на участие. Ну а сегодня на старте акции организации города собрались в амфитеатре рядом с мэрией, чтобы запечатлеть на камеру исполнение гимна нашего Отечества. Здесь уже за 15 минут до начала выстроились участники акции социального приюта «Ассалташ». Я буду кричать гимназии на всю свою мощь, и будет очень интересно. Мне кажется, вот реально, слово не могу больше подобрать. Или «Здравствуйте, поздравляем вас с праздником, желаем вам счастья, здоровья и долгих лет жизни». Если перевести с мордовского языка, на нем Ассалташу и предстоит записать приветствие. К флэш-мобу сегодня присоединились и активисты общественной организации «Свободная территория». Мне кажется, это очень важный праздник для каждого, потому что чувство патриотизма – это максимально важное чувство на данный момент, потому что, когда мы целы, мы едины, мы можем вместе работать и помогать, и развивать нашу страну. Во время исполнения гимна многие прохожие не смогли остаться равнодушными и пройти мимо. В ряд выстроились те, у кого при звуке гимна руки сами потянулись к сердцу. Алексей Гарнышев, Дмитрий Кравченко, Челны 24.